Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху. Сегодня мы по воле Всевышнего Аллаха разберем суру Туль-Кау-Сар, сура, которая очень часто читается, и попробуем посмотреть, какие ошибки допускаются в этой суре, и постараемся прочитать правильно, чтобы не было допущено ошибок. Аузу билляхи мина шейтанир-раджиим, бисмилляхи ррахмани ррахим. Значит, начинается сура с удвоения буквы нун и удлинения правила мадмунфасыль 4-5 счетов. То есть здесь нужно постоять чуть-чуть на букве нун и плюс еще ее удлинить на 4-5 счетов. Ошибка первая, которая допускается, читают инна. То есть нун не держат, и плюс второе, не тянут достаточно, сколько здесь нужно тянуть. Дальше. Связка опять хамзы с буквой айн. Сначала нам надо хамзу произнести в состоянии фатхи, а потом букву айн в состоянии суккуна. Дальше буква Та идет, твердая буква. Здесь ошибку, которую допускают, не тянут букву нун. Маттаби'и, алиф сагира стоит, поэтому надо тянуть. Васль соединяем. То есть читают иногда так. Частая ошибка, которая допускается. Та читают как син. Ошибка. Буква Ра берет на себя суккун. Не забываем, что здесь буква межзубная. Следующий аят. Фасоли. Сад буква твердая. Фасоли. И здесь не тянем. Ошибка. Фасоли. И дальше потом следующее слово также начинается с буквы лям в состоянии кясры. Нужно сказать здесь лям в состоянии кясры. И потом сразу перейти сюда. Фасоли ли. Фасоли ли роббика. Фасоли ли роббика. Здесь васль, вау, соединяем с буквой нун. Запоминаем вот этот шрифт. Нун здесь залез на букву ха. Нет удлинения. Вот в этом аяте нигде нет удлинения. Поэтому, если вы, читая, чувствуете, что здесь где-то вы тянете, это будет ошибкой. Дальше смотрим. Видите, здесь инна. Здесь тянется. Здесь не надо тянуть. Инна. Только нун задерживаемся, но не тянем. Инна. И сразу надо перейти сюда на букву шин, потянув ее на два счета. Маттабиай. Инна. Ша. Инна. Ша. Получается, что иногда читают так. Инна. Ша. Все. Нун потянули. Ошибка. Ошибка. Здесь значит тянем в первом аяте. Здесь не тянем. Инна. Ша. Ни. А. Кя. Здесь, посмотрите, хамза. Хамза. Вот ее подставка. Вот простая такая линия. Здесь ошибка, которую допускают очень многие люди, которые не изучают таджвид. Они здесь читают по привычке, еще по тому, как заучили. Букву Я. Вот так. Инна. Инна. Потому что Я здесь легче произносить, чем саму Хамзу. Инна. Ошибка грубая, очень грубая ошибка. Вместо одной буквы читаем другую. Значит, читаем четко Хамзу с Фатхой. Инна. ША-НИ-А-КЯ, ША-НИ-А-КЯ, ХУ-ВАЛЬ, здесь буква ХА, легкая, потом ВАСЛЬ, ХУ-ВАЛЬ, ХУ-ВАЛЬ, Дальше, дальше, ЛЯМ, АЛИФ, да, идет, СУКУН относится к ЛЯМу, а ХАМЗа относится уже к АЛИФу, то есть АЛИФ является подставкой для ХАМЗы, дальше КАЛЬ-КАЛЯ, дальше ТА, мягкая, и РА берет на себя СУКУН, здесь ошибка, которую совершают, букву Б, КАЛЬ-КАЛЯ читают как П, как П, глушат ее, потому что не соблюдают правила КАЛЬ-КАЛЯ, а букву Т читают как ТА, твердую, вот как эту букву, а здесь ТА мягкая, ХУ-ВАЛЬ, ЭП-ТАР, ЭП-ТАР, это ошибка, правильно будет ХУ-ВАЛЬ, ЭБ-ТАР, ЭБ-ТАР, КАЛЬ-КАЛЯ не забываем делать, и потом еще ТА читаем мягко. ИННА, ИННА, ИНА, 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 Продолжение следует...